А в то же время, наблюдая, как сейчас взрослые дети и мамочки в себе отказываются от себя, отказываются от новых работ, от новых романов, если как бы в разводе, потому что, а что потом у ребёнка? То есть это фраза, ну вот чего бы ни касалось, вот запомните, сначала наполнись сам. И это очень и очень важно именно в возрасте, второй половины жизни назовём это. Вы сейчас все находитесь на второй половине жизни? Не, мы ещё не дошли до неё. Если считать, что прожили 20, то да. Ну вот как бы если говорить психологическим, эзотерическим языком, то жизнь поворачивается, как бы этот волчок жизни закручивается внутрь. У женщины начинается после 35, у мужчины после 40. Но 7-8 лет – это такие сложные опять поиски. Если вы упустили этот период жизни, то, возможно, он и сейчас у вас где-то вас настигает. То есть найти работу, в которой вы абсолютно счастливы, и в которой вы будете работать теперь 10-20 лет, 30 лет. Найти окружение подруг, с которыми вам комфортно, легко, с которыми вы тоже счастливы. А не которые, это же подруга детства. Я с ней общаюсь. Вот она попросила меня, вот ей плохо, и она попросила у меня 2 часа моего времени, чтобы я была жилеткой. Бывает у вас такое? И я бросаю все свои дела, и я слушаю, как она плачет. Вы наполняетесь при этом чем? Ну да, наступает такой период, если вы развиваетесь, а ваши близкие, ваши какие-то подруги, ваши друзья, даже зачастую ваши мужья и жены, уровень развития становится разным. Что вы делаете с этим? Можно страдать, жить и говорить. Все страдают. А куда я уже в моем возрасте? Когда я начала развиваться, а мне так хотелось всем рассказать, что так легко в жизни. Они мне такие смотрят, Марьяна, по-моему, психушка уже ждет. Я перестала вообще об этом говорить с ними, у меня это как бы большой круг общения, а с ними просто я о погоде говорю. А теперь тот же вопрос. Насколько вас радует общение с каждым из них? Именно насколько радует? Насколько вам комфортно? Насколько, поговорив с этим человеком, вы чувствуете, что у вас прибавилась энергия? Вам хочется чего-то делать? Вам хочется жить? Хочется развиваться? Или вы поговорили и чувствуете себя пустота? Опустошенность? Соки из меня все высосали? Бывает такое? Да, и хочется уехать в Тибет. И хочется все бросить и уехать? Да. И бывает, и начинаешь. Это все хорошо. Ты просыпаешься в любом мыслии. И начинаешь работать в Тибет. Ну что же делать, если не радуются? Ну, вообще, не то, что меняется в группу все. Если вы, как бы, ну вот отпустите даже это, он изменится сам собой. Если вы не будете держаться за эти связи, он все равно изменится. Конечно, это сложно, если это жена или муж. Ну, как бы, вы понимаете, что все, но отношения себя полностью свежие. Бывают просто, когда периоды, кризисы, они бывают, они проходят, и опять отношения налаживаются. А бывает, когда вы понимаете, ну все, вы хотите развиваться, вы хотите, то есть ценности ваши не совпадают вообще. Ну, тогда нет другого вопроса. Тогда, как бы, или жить еще вместе, потому что должны. Пробо все равно одной ноги постоять. Еще лет 20-30, и как бы мучиться страдать. Но всегда понимаете, когда вы делаете выбор какой-то, от какого-то выбора вы отказываетесь. Возможно, впереди у вас есть, ну, другая жизнь, другой, правда. Ну, у меня тоже, у меня второй год. Я в первом прожила 17, а у второго. Я ведь я думаю, боже мой, если бы я все-таки тогда не решилась, как бы складывалась моя жизнь. Да, все по-другому, но все хорошо. Точно так же с друзьями. Ну, если вам совсем не интересно, ну, если они высасывают из вас соки, ну, тогда все время задавайте себе вопрос, ну, а чем меня наполняет это вообще? Ну, что мне дают это вообще? Ограничивать откуда? Конечно, ограничивать. И в вашу жизнь обязательно придут другие люди. Опять же, ваши поступки. Вот если вы всю жизнь ездили, там, я не знаю, ну, к примеру, отдыхать в Крым, и вы понимаете, что вам уже это неинтересно, ну, вам скучно, неинтересно, что вы делаете? Ездите, опять же, по привычке? Должно не доехать. Ну, стабильно, привычно. Все знакомо, все известно. Все знакомо, все известно, да, все безопасно. Или вот взять вот это вот, да, это смелость, это всегда смелость. Это потом, когда будет удовольствие. Угу. То есть, вот смелость вот полностью, все, эта жизнь закончилась. Смелость вот начать вот абсолютно другую жизнь. Это, на самом деле, реально. Ну, профессию поменять не будет. Сколько угодно можно учиться. Ой, ну, такое количество всего. И всегда это вопрос, что выбираете вы? Вот каждую минуту, что вы выбираете? С кем общаться? Что делаешь? На какую работу ходить? Как жить? Что носить? Это же постоянное. Многие женщины говорят, что в моем возрасте я не могу это надеть. В моем возрасте я не могу себе это позволить. Знакомы вам такие фразы? Сами поговорите когда-нибудь такое. Ну, раз вы тут, надеюсь, что редко. 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 Ага. Хотите, чтобы вам было 25? Я не хочу. Нет, я не хочу. Вот не хочу, я вот задумывалась. Не хочу, не хочу. Вот хочу дальше продолжать вот эту жизнь вперед и развиваться. Все, вперед, дальше. А если бы вы начали с 25? А? Если бы с 25, совершенно другие, все равно другие совсем цели, задачи. 25, да, я провожу уже очень много тренировок. Но абсолютно все, в моем возрасте я говорю, все абсолютно, ну, женщины, женские группы, женщины в 40 лет. Если бы это все я знала в 20. У меня было несколько групп, там, девушки 25-28. В 28 одна сидела, рыдала, все. Жизнь такая нехорошая. Да, моя жизнь, так все. Я вот прожила зря все годы. Я вообще зря прожила с 28. В 25 говорят, почему в школе нам это не преподают? То есть все равно все одно и все. Нет, ну все уроки жизни. Ну какая, конечно. Какой уроки жизни? Уроки жизни. Информация, она всегда приходит вам тогда, когда. Я целую вас время. Она приходит откуда-то всегда. Кто-то позвал нас на этот лайк. Вы открываете компьютер, вам что-то попадает. Это же от наших мыслей. Да, это же информация. От наших мыслей. Вот мы все уроки с вами посылали. Но в 25 совсем другие цели и задачи. Нужно узнавать, нужно учиться, нужно заводить романы, нужно все пробовать, пробовать, пробовать. В 45-50 уже вроде как уже некогда писать жизнь у черновид. Все. Нужно уже вот все жить на чистовую. То есть лимит времени каждый день как последний. Это жизнь ради себя, да? В свое удовольствие. Ну не совсем жить ради себя. Не в удовольствии тоже неправильно. А что такое? Я не знаю, как бы фраза хорошая, но иногда это наполнено негативным способом. Я вот слышу там, подумай сначала о себе в той ситуации, о себе в этой ситуации. Это важно. Но жить не ради себя, а наполнить сначала сам. Дай себе то, от чего ты отказывался. Дай себе то, чего ты себе не дал, а потом отдай это другим. Отдай это через свой опыт, через свое состояние, через свое дешево. Это и есть предназначение. И по-другому оценивается даже в отношении детей. Это жизнь не ради себя, да? Это совсем не ради себя. Ради себя жизнь, она, ну она скучна. Сколько вы сможете прожить, вот как бы только наполняет. То есть все в мире устроено дать взять, дать взять. Взаимобаланс. Поэтому если вы только наполняетесь, ну вас же разорвет как хомячка. Ну мы же живем с оциуми, мы все равно общаемся, мы все равно взаимодействуем. Даже если вы живете отшельником, то вы сначала наполнились, это необходимо. И взорвались. Ну все равно, ну куда-то надо. Значит надо выйти на гору и покричать. Или взять холст и что-то нарисовать. То есть тогда только выразить наружу. Выразить это как-то. А вот предназначение это, и даже если вы будете абсолютно наполнены, счастливы, вы нашли себя и где-то сидеть в горах один, все равно это жизнь не ради себя. К вам потянутся паломники. Потому что как это вы так сидите один в горах, и вам еще не нужно быть счастливым? А это становится интересно, как это вы так с маминой? Поэтому в любом случае наполнись сам, тогда вам будет что отдать. А если вы пытаетесь отдать что-то людям, чему-то научить, тут у нас много таких учителей. Сами они так не живут, они этого не умеют, но они пытаются этому научить других. Из чего? Из знаний, только из головы. Они работают. Я это открыл интернет и прочитал. Поэтому станьте вот таким человеком, который... Вот вы счастливы, вы гармоничны в своем возрасте, вы мудры, вы опытны. Ну все, сколько ошибок сделано. Сколько всего на свете прожито и пройдено. И вам точно есть чем делиться с другими людьми. Ну что-то и есть так назначально. Последняя тема у нас была архетипами. Глубинные архетипы. То есть мы просто ушли. Мы сначала путешествовали, две недели чуть больше, путешествовали по всей Индии, такими дикарями совсем, а потом приехали на Туарь, там в Веннице проводили, в Вьетнаме проводили, у нас было 14 человек, группа отсюда, во Вьетнаме мы проводили там, везде, а в Индию возили свою. Планируем, ну, в этом году не такую длительную, или на Бали, или на Шри-Ланке. На Бали был, везде на Шри-Ланке. А я была на Шри-Ланке, давайте на Бали. Ну, разные варианты, но мы будем еще собирать информацию, вот сейчас мы строим подлительство, такой психологический центр. А вот кратко, в чем все стоит, например, с вашей, ну, допустим, в Индии, да? А когда тренинговый был период, или когда путешествие, это очень разное. А вы в индукторе про тот раз. Да, ну, вот просто интересно, что в индукторе, что в индукторе, например. Ну, у нас как бы два тренера, я и мой мужчина. Мы вместе живем, вместе путешествуем, и вместе проводим группы. Ну, вот у нас как раз здесь, у нас, сколько, два, три, три человека, здесь вот три девушки, которые с нами ездили. Они как-то теперь везде ездят, куда я или Саша, куда я. У вас техники психологические только какие-то, техники только психологические какие-то, типа, или есть какие-нибудь там НЛП, там. Так НЛП, что же психология? Я, на самом деле, у меня образование есть, такие штальт, НЛП, психосинтез, бизнес-тренинг, все есть. Или у вас какой-то, ну, вот из чего состоит ваша практика? Моя практика состоит. Смесь всех лучших практик, всех направлений психотерапии и эзотерики. Мне еще очень нравится вся трансперсональная психология, поэтому это все. Психологию я изучала и практиковала 14 лет. 14 лет. Ну, как-то это в общем все звучит. А давай вернемся к распорядку дня. Да, к распорядке. Ну, например, мы были на Гуа, ну, к примеру. Мы сняли большой дом. Мы жили все в таком большая, такая вилла прямо на берегу океана. Все. Утром у нас была, значит, какая-то зарядка. Кто-то бежит по морю, кто-то там делает свою зарядку, мужчины как бы отдельно, у них была своя зарядка. Потом у нас группа. Нет, все идут, купаются, отдыхают. Потом два часа группа. У нас была отдельно мужчина, отдельно женщина, как бы проводим группу. Вечером совместная группа еще одна. В обед отдыхают. В группах одной день мы там ездим, путешествуем там куда-то рядышком. Ну, вот так вот проходим. А когда путешествие, ну, там такой экстрим был, там так очень... Экстрим в плане еды, в плане жизни, в плане чистоты. Мы ехали, у нас не было маршрута. То есть мы были путешествия, куда глаза глядят, то есть куда занесет. Поэтому как бы группа, внутренняя динамика группы, какие-то кому-то что-то не нравится, у кого-то понос, у кого-то там что-то. То есть как бы, ну, это, это как бы, ну, такое выживание вот в таком коллективе, плюс, ну, как бы под руководством двух тренеров. Вот, вот так вот все это проходило. Конечно, все в диком восторге, за полтора месяца жизнь изменилась круто у всех. Ну, это вот и есть тоже такой пересмотр своей жизни. Полный пересмотр. Ценности пересмотр. А что ценно? А как, когда смотришь на людей, как они живут в такой, ну, в нищете, когда они спят на газетке, укрывшись там. И счастливы при этом. И при этом, ну, счастье, да, у каждого свой уровень счастья. Опять же, такое очень широкое понятие. Улыбаются. Ну, тогда пересматриваешь, как бы, нужна ли тебе эта 101-я косточка, так ли она важна, как бы, на самом деле. Ну, что-то такое вот. Ценности, конечно, очень сильно меняются, когда поездишь по миру. Да, когда тоже у людей психиатрическая смерть, ну, сколько переоценка ценностей практически. Вот, спасибо за ваше замечание. Что я хочу сказать? В этом возрасте, вот, когда вот этот период революции, начало новой жизни, если вы не услышите вот этот вот взов души, что вас куда-то тянет, куда-то толкает, что вот эти вот энергии, что-то новое нужно начать, то жизнь все равно каким-то образом повернет вас к себе. Дело в том, что на исходную точку вы уже не вернете. Но если вы попробовали что-то смелое, если вы что-то бросили там и начали что-то смелое, все, вы уже меняетесь. Вы уже становитесь другими, вы уже становитесь на ступень выше, вы уже это сделали. И все, преодоление такое-то. И тогда уже все равно все-равно все-таки уехал. И потом, ну, представляете, вот наступит время, жизнь прожита. Это не успел, это не сделал, это себе не позволил, это было некогда. А чья это жизнь? То есть кто распоряжается вашей жизнью? Вы говорите, неинтересно, вообще, мне вот одно... Боже, как мне интересно жить, вообще, мне вот это очень интересно. Серьезно, я иной раз, бывает, иду по городу, серьезно, мне бывает, приходит такой, я начинаю прыгать, мне все равно, что они во мне там подумают. Вот я иду в такая, у меня сама себе. Ой, здорово. Здорово? Здорово, да, только ты говорит, приступил. Вот именно про это я и говорю, что настолько вот это все возможное реально. Чтобы вы повернули в свое все внимание, всю энергию от внешних ориентиров, что вы должны чего-то вот должны, там, не знаю, своему работодателю, должны там стране, родителям, детям. Все, это время закончится, потому что другого времени может и не быть. Я хочу закончить все-таки, сделать вам маленькую медитацию, такую хорошую, она потом у вас будет очень долго на размышлении. Почувствуйте сейчас реально свое тело расслабленное, начиная с ног. Почувствуйте, удобно ли вашему телу. Когда вы будете сейчас чувствовать свои части тела по очереди, вы меняете так, чтобы было удобно. Почувствуйте, удобно ли вашим ногам. Удобно ли расслаблены ваши бедра. Почувствуйте ваш копчик. И начинайте подниматься по спине вдоль позвоночника. Расслабляя каждый позвонок. Вот прочувствуйте каждый позвонок. Если вы чувствуете напряжение, вы можете изменить положение или мысленно как бы его растворить. А теперь представьте, что вам осталось жить полгода. Полгода. Это значит, это лето, осень и кусочек зимы. Как бы вы прожили последние полгода в своей жизни? Вы продолжали бы работать на своей работе? Вы жили бы в том же месте или куда-то переехали? Если бы вы знали, что вам осталось полгода, что обязательно нужно успеть сделать за эти полгода? Кому что сказать? У кого попросить прощения? Кого простить? Куда съездить? А если бы вам осталось жить один месяц, как бы вы прожили последний месяц в своей жизни? С кем бы вы его прожили? Какой образ жизни вы вели бы в последний месяц в своей жизни? Запомните все образы, которые к вам пришли. И подумайте, чем ваша жизнь, которую вы увидели, ограниченная во времени, отличается от той жизни, в которой вы живете сейчас. И подумайте, что из того, что вы увидели, вы можете прямо сейчас взять в свою жизнь. Что обязательно нужно успеть? И пообещайте себе мысленно. Что вы сделаете это в самом ближайшем времени. Поблагодарите свое тело за расслабление. Поблагодарите свое воображение. Вы будете жить каждый и каждая столько, сколько будете. Поблагодарите друг друга за то, что вы были вместе в этой медитации. И сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, возвращайтесь на этот поле. Ну что, есть ли что-то такое, что вы увидели, что для вас возможно было как откровение? Почему же я это до сих пор не сделала? Продать квартиру и уехать на Бали? На месяц хватит. Даже на Польшу. Если сдать, тогда на Бали не хватит. Зря, хватит. Если есть запрос, то найдется. Если есть квартира, то платят. Ребят, стойте! Очень дешево. Ну если говорить про это, то как раз я встречала много людей, женщин из Москвы, которые сдают на три месяца свои квартиры. И три месяца эти, которые они сдают квартиры, они живут, им хватает на перелет, они снимают квартиры, питаются прекрасно. То есть это все. Хватает. Ну как бы один из вариантов. То есть хочется съездить куда-то. Ага, еще что у кого-то появится. Может быть, что-то про отношения. Интересный вопрос я вам задавала. С кем вы прожили? Если у вас во время медитации все вопросы, которые я задавала, и был такой внутренний ответ даже какой-то радости, что я бы то же самое делала, так же жила, с теми же людьми, я именно то бы носила, вот именно то бы ела. То есть образ жизни мой был такой же. То есть вы можете поздравить себя. Вы живете свою собственную жизнь, которая вам нравится. То есть это про вас, про вашу жизнь. И нужно лишь слегка там что-то корректировать в том, как вы копаете. Срочно поменять работу. А вы, кстати, работаете? Вообще бросить работу. Я на тебя сейчас работаю. Не, ну все равно я как-то вот застряла, да. Я понимаю, что она мне не нравится, но я застряла во временном в пространстве. Я понимаю, что я этому уделяю очень много времени на работу. В принципе, как бы мне нравится это, но слишком много времени. А если нравится, то кто решает, что слишком много времени? А что это за такой мир? Мать и деньги. Но работа же нравится, процесс нравится? Процесс нравится. Вы сами себе перечите. Ну, это очень приятно, что вам нравится. Ну, я просто, как бы, у меня другие есть увлечения, другое все нравится. А мне на другое, получается, не хватает, только работа. Ну, работа, если работа в удовольствии, то это жизнь. Значит, не так уж нравится. Нет, ну, как бы, процесс мне нравится. Потому что там, где нравится, приходить не хочется. Нет, ну, если я пойду, как бы, на нормальную работу, то есть, я получаю, что буду совсем мало зарабатывать. Мне это не нравится. Здесь я зарабатываю больше, но я трачу на это больше времени. Знаете, я зарабатываю на себя, но очень много времени трачу на это. Такой вот интересный есть вопрос в поиске предназначения. А если бы у вас было сколько угодно денег, если бы вам вообще не нужно было думать про деньги, ну, все, у вас там миллиардный счет в банке, вы бы делали то, что вы делаете? Ну, значит, это не таром. Ответ всегда на вопрос, если вы находите дело в своей жизни. Вот у меня вот типа вот такого, вот оно какой-то вот, ну, тупик. Вроде оно и нравится, да, я не скажу, что оно мне не нравится. Она мне приносит и удовольствие, что я это делаю своими руками, мне это нравится. Что тогда можно добавить? Вот это, вот всегда, вот если есть у вас вопрос, даже если бы мне не нужно было вообще думать про деньги. Ну, например, у вас есть кто-то, кто вас полностью содержит, ну, целиком и полностью. Вот, к примеру. А вы бы занимались этим делом? Вот, когда вы ответите себе, что я бы все равно это делала, я бы все равно этим занималась, вот это и есть дело вашей жизни. Читать, я не знаю, ездить, смотреть, там, ну, и опять же, по-другому. Это, может быть, было просто по-другому, а не работает. Значит, еще, значит, еще, вот как бы, или что-то добавить в эту, или искать что-то другое. Ну, вот если этот ответ. Во время этой инвентации приходят ответы, как бы, то, что два года, это как бы, ну, вообще, ваши планы, как бы, такие. Ну, вот, что хорошо было бы сделать. Нет, знаете, как у меня пришел ответ, что, ну, я понимаю, мне сфера бы это было бы, но более как бы расширенная. Вообще-то я, как бы, сама на себя одна, да, а я могу расширить это и взять кого-то на работу. То есть, а сферу была бы это. То есть, это то, что про то, что я говорю, копает делегировать что-то кому-то, копает другим способом. Яму, да, и выбрать Василий помощь. Да, да, да. Вот это, что мне надо... Вот, как бы, ответ. Ну, как правило, как... Ну, я поняла, да, я услышала свой ответ, сама я услышала. Да, для вас важны именно ваши ответы. Ну, что еще? Нет, у них будет чуть меньше, ну, какой-то небольшой отчаяц. Нет, у них не будет меньше, однозначно. Изначально, как бы, затраты будут больше, но нет. Ну, это же не все, это выдастся. Нет, это просто не все. Ага, не давайте сейчас советы. Здесь важны вот ваши внутренние ответы для самого себя. И вы можете ответить что-то для себя, а советов сейчас не давайте. На самом деле они работают не очень хорошо. Каждый принимает решение сами. Ага, что с вами было? Было ли что-то такое? Чувство удовольствия, что да, я живу свою жизнь, это моя жизнь. Или было такое сожаление, что как бы надо что-то срочно менять. Когда было вот это вот полгода, если вам осталось полгода, вот здесь ваши сразу выплывают истинные желания, что вам нравится и не нравится. Ну, два года – это достаточно большой срок. А когда вот месяц, если вам осталось жить месяц, здесь часто вот самые ваши близкие люди, то есть что-то самое ценное и важное для вас. И вы написали списки вначале или подумали, какие самые важные сферы в моей жизни. Вот, в самом начале, как бы с этого начали. И вот когда в медитации вы увидели полгода, два года, месяц, были ли там эти ценности? То есть это опять про вашу жизнь. То есть как бы если вы от ума пишете, что вот это для меня, вот я этим жуту, то есть вы посвящаете этому время. А посвящали ли вы этому время, если бы ваша жизнь была ограничена полугода? Ну, это всегда вот тоже вот. Моя ли это жизнь? Свою ли жизнь? Я знаю. Прекрасно. Обозначьте себе каждый, как бы что с вами. Давай, Маска, в пятом. Да, у вас уже время вообще на завершение, поэтому каждое что-то обязательно, каждый скажите, что вы нового узнали про себя, к чему вы в себе прикоснулись. Мы себя очень боитесь. Мне интересно было, я астрологией занимаюсь, да, и я как бы весь текст через астрологию пропускаю, да. Вот эти семилетние циклы, они соответствуют точке жизни по знаку зодиака, то есть это да. Потом просто точка жизни, точка смерти встречаются в 46 лет, вот как раз такие критические моменты, это вы говорите, потом что-то случается в жизни, чтобы вытолкнуть человека. Если он не принимает решение сам, если он не находит вот это вдохновение и страсть, через это не находит, то обязательно через кризис и испытание. Это один из самых важных вообще вселенских законов, наполнить сначала сам. Для меня вот это надо, чтобы немножечко больше... Именно наполнить чем? Позитивным? Чем наполнить? Чем? Вы хотите быть наполнен? Как чашка. Ну это, смотрите, как если метафора. Вот стоит чашка, и она наполнена водой. Если ее толкнут, что из нее выльется? Вода. Вода выльется. Если в ней налита кофе ее толкнут, что из нее выльется? Кофе. Так вот, если так вот, ну, говорить метафорически, если вас толкнуть, что из вас выльется? То, чем вы наполнены. Если у вас внутри раздражение и скука, и что-то происходит в жизни, то что из вас выливается? Вот от этого наполнись сначала сам. А? Что еще? А сейчас хотите? Соберите, кто молчал. Теоретически все это понятно. Практически. Подождите, по одному. Жизни, путешествия, и все это у меня стоит на последнем месте. А если бы я уже проливала свою жизнь там два года, то работа, которая стоит на первом месте, ушла бы вообще. А то, что стояло на последнем месте, оно просто не было. Вот такие приоритеты. Просто, ну, добавляйте каким-то образом, находите этот баланс. Потому что, ну, это только важно. Ага, забыла, как зовут? Наташа. То, что написала, и то, что я видела, они ровно противоположны. Не знаю, чем хочу заниматься, знаю, как. Или может здесь, да? Но получается свое время, пока растрачиваю на то, что написала. Угу. Вот, поэтому, ну, как бы, есть ответы, что нужно делать. Угу. Классно. Спасибо. Угу. Спасибо, Наташа. Здоровую ручку подними. А у меня нет ответов, что надо делать. Вот я теорию, вот это вот, все вот эти разговоры, ну, все понятно, как бы для меня это, ну, не открытие. Какие ответы пришли самой себе? То есть ответы могут прийти только сами. Вам никто никогда не доставит. Ну, вот что мне надо, отсюда просто уезжать и нет. Угу. Тоже может быть ответ. Ну, не обязательно продавать квартиру, уезжать навсегда. Можно сначала попробовать съездить туда. Это вот, как я говорила, некоторые женщины ищут смены пространства. То есть съездят туда, съездят туда, посмотрите. Как будто что-то откликнется где-то. То есть, а вот мое, возможно. Конечно, позволить себе сделать этот шаг. А ответов можно, ну, только, только у себя найти. Что-то может только подтолкнуть. Поэтому я и задаю вопрос. Ну, может, сейчас просто, может, не пришли еще ко мне или для этого, это как-то. Вы узнали про себя, что было ценным для вас. Информация эта? Такая же. Не то, что будет. Угу. Это ответ. Я хочу сейчас, на данном этапе жизни, быть сама, быть с собой. Меня это удивило. С самым любимым. С собой. Да. Ага. Судивительно. Хорошо. Я вот эту практику, я ее использую часто. Сам ее придумал. Прекрасно. Вот. И как бы, вот, предсчитывал. Поэтому ничего нового здесь вам в этой практике не встил. Понравилось вот то, что вам понравилось. А что... А надо наделать праздник. А наполнись. Сначала сам. А, потому что я все время переживал, что я слишком много живу для себя. А теперь, оказывается, это не должно быть стыдно. Потому что я отдаю это людям просто с доброй энергией. Не обязательно быть таким страдальцем. Ну, пока угроза вечера, вот, оказывается, все нормально. Хорошее откровение про себя, да. Жизнь становится гармония. Потому что мы так были воспитаны с детства, да? Да, вот иногда вот это государство, родительство, все кому-то что-то должны. Родственникам, все должны. Детям, родственникам, странеям, всему-всему. Да. А свою жизнь продолжить? А если каждый отдает кому-то? А кто тогда вам будет отдавать? Сначала. Ну, что-то, да, какой-то дисбаланс. Но к этому можно прийти только во второй половине жизни. Потому что первая половина жизни совсем по-другому. Поэтому у вас так и было. Просто нужно понять, что, ну, все, колесо повернулось в другую сторону. Все, что нужно было, вы уже отдали. Теперь... Ваше. Спасибо. Спасибо. Поаплодируем себе и друг другу. Спасибо. 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 Спасибо.